Доброе утро, друзья. 21 марта. Вчера было 20. У меня был очередной вебинар. И после вебинара я получил довольно очередное письмо. Только потому что не смог опять повлиться в два часа. Круг у нас дома на ушке. Но в истории, которым почти все, что я говорю, даром не надо. Их интересует свои личные вопросы, я их понимаю. Все, туда празднуется. Я делаю дополнительный фильм к вебинару. Итак, что написала Юлия в моей гостевой? Напрасно прослушала два часа сегодняшнего вебинара. Ничего дома не узнала. Все это уже освещалось в предыдущих видео. Ответ на свой вопрос так и не получила. И не понимаю, что делать с приобретенными осенью почеками. Я на сегодня отвечу, почему это приходится возвращаться к прошлому. Самое главное направление будущих ученых, будущей науки, оно определено сегодня на вебинаре рассказал о себе, о своих друзьях, которые создали феномены. То есть, это лучшее садовое в России, лучшее садовое в России. Но признание от науки не получило, которое где-то там сзади. И проходит время, я эту тему поднимаю. Видите, у негрализации гробовая тишина. И, милая Юлия, это очень важный момент. Он касается всей России и всей планеты. Сколько можно с отравленными-то крупными питаться? Дорогими импортными. Когда скажем, что в саду должно у себя расти, причем давно уже должно расти. Вот. Опять расскажу. Опять гробовая тишина. И слово гробовая. Такое, знаете, жуткое гробовое. Итак, повторяется с годом в год. И вот вчера опять я повторил. Опять будет гробовая тишина. А все, что я добился, это то, что вы на меня обиделись. А я в таких случаях не теряюсь. Ну, в день, ладно, потеряли. Итак, продолжаю. Она ответы не получила и пишет. Больше не хочу приходить на вебинар. Я знаю, вам там делать нечего, наверное. Вот. А вы же у меня косточки заказали. Поэтому я вам отвечу персонально. И, кстати, насчет флота вы ошибаетесь. Без флота невозможно. Хотя, может, просто. Ну, несколько предложений. Но все-таки в флоте. Давайте, вот не обижайтесь, посмотрите на флота тоже. Просмотрел видео по сертификации, где говорится, что на сайте есть статья по ускоренной сертификации. А то уже давно март. А так, как ускоренная персика, все его вишни, ничего не статусировало. Вот это страшная вещь. Тут уж, конечно, знаете, что март. И практически опоздали. Теперь вам нужно догонять. Значит, смотрите, на сайте вы искать не стали. Жаль, что не стали сами искать. Хотя, видео сказано, что на сайте есть статья. Теперь я показываю две статьи, которые я вам готов вышла. Смотрите внимательно. Итак. Как мне сделать? Вот такой механизм. Он потратил всего один день на это надо. Броски. Сходы с Семеном Костичев. Так. Вы мне письмо про дикторной почте. Распортские заказывали, значит, мы общались по дикторной почте. А сейчас я вас, я бы сразу бы сейчас отправил. Но у Юлии много. Там доброе сотня у меня, вроде, в письмах. Вот. А найти вас я не смог. То есть вы мне письмо. Константин, это сам Юля, представитель про ускоренную скорость. Я бы слил вот эту статью брусского. Внимание, смотрим ниже, 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 ниже. Ниже, 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 ниже. Ниже, 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 ниже. А хранение, подготовка к посеву. Костичьево, семечко. Вот вторая его статья. И это еще не все. Это Титянсан и нога. Получавство небесное. Много обосходных свидетелька. Среди 30-ти со мной. Я в них вышел. Пожалуйста, только одна просьба. Напишите мне письмо с просьбой выслать эти. Потому что тут, видите, как у вас звучит. Как у вас. Присите ссылку. Куда пришла? Дальше идем. Негде взять, пишу сейчас. Что с небу? Можно ли сфиксировать брунти? Вообще-то, раз выбора нет. Есть еще такие вещи, которые продаются в магазинах. Специализированный перелит. И вермикулит. Так. Я знаю людей, которые сразу уничтожают, что утрените свой опыт. Я никогда ими не пользовался. Я боюсь, что... Я скажу, давайте перелит, давайте вермикулит. А у вас раз и не займут. Тем более, что вы и так их опоздали. Поэтому, а сама песку вы достать не можете. Вот, я тоже, ну, я, конечно, скажу, и тебе даю запасы песковым. Я знаю, где в деревне есть небольшой песчаный кольер. Вот, я воспринимаю. Может, священный брунти, я напишу можно, а у вас опять не зайдет. И я буду виноват. Время запущено. Поэтому я просто оставляю этот вопрос открытый. Он не ко мне. Я в грунте не стратифицировал. Для этого надо... Для этого, допустим, сотни в песке. И то, все при таких же условиях, столько же влажность, все так же, в такие же сроки, еще сотни ножа в грунте. А потом сравнить. Но такой возможности уже нет. И я не могу ничем вам помочь. Это редкий случай, один на сотни, когда я размножу руками. Если кусочки после стратификации не проклюнулись, то есть времени не хватило, можно ли зарядить грунт так, как есть? Да, можно. Тут два варианта. Зайдут, только чуть позже, чем проклюнувши. Через день, два, три, неделю, две зайдут, как ничем не бывало. Или, так как они живы, с ними ничего не случилось, они просто еще годик, годик посидят у вас на грядке, и аж на следующую весну зайдут. Причем угадать, какой процент зайдет, какой, а останется этот второй год, мы не знаем. Когда остается этот второй год, есть еще мыши, еще многие условия, когда они, например, допустим, 8-40 лет, они могут начать там набухать, чуть ли не гнить. Вот, конечно, опасно. Но теперь у вас вариантов нет. Когда вы просите статьи ноги и броскового, возьмете и бросковика. Про исходную сертификацию там написано. И садите. Садите любые. Проклюнулись, не проклюнулись. Четвертый год. Мне нашла информация о том, как сажать, ну, уже проклюнулись, если после сертификации просто. Косиком вверх, вниз, косточкой, или без нее. Давайте косточки вверх, вниз, сначала посмотрим. Здесь у меня, я проводил вебинар, и вы видели, хотя я понимаю, вам это дар, мне надо знать. Вот. Совсем другой круг общения, совсем другой круг понимания. Вот я вас ничего не укрекаю, вы просто понимаете, в разных мирах живем. Мы живем в разных мирах. Сейчас я вам найду. Вот, эту самую фотографию. Я с ней на вебинаре, мне немного рыбьи показываю, а на вас я не хватил. Ну, что вы могли бы тут понять? Вот. Садить надо просто на бочок, точка. Почему? Вроде так и садят. А потом смотрите внимательно. Один входит. Внимательно, смотри. Один входит, другие не входит. Третий гниет, сгниют. Три варианта. Вот видите, все наглядно. Если, конечно, не по телефону смотреть. Вот. И так садить надо на бочок. Никаких островов, ни сверху, ни сверху, и так далее. Давайте вернемся к вашему письму. Вернемся. Ой, как, вернее, теперь искать-то. Ну, ничего. Это отдельный фильм. Тут можно и... Никогда не спешите. Это я на каждом вебинаре. Я стараюсь побольше информации вложить. Ну, вот вам не угодил. Вам я не угодил. Вот. Сложно, сложно, сложно. Так, 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 так. Что, еще раз опять на меня двигаться будет? Опять, сейчас я не смогу. А куда же он делся ваши письма-то? У меня давление 192. Поэтому я, честно говоря, только из чувства долга сейчас этим занимаюсь. Сейчас это все, что долго, так. Опять, сейчас найдем. Сейчас найдем, сейчас найдем. Так, 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 так. Вот она, наверное. Нет, это я, сутри. Еще еще немножко. Еще немножко, еще немножко. Давайте тогда мы заглянем, чтобы трудно искать. У меня что-то перед глазами все плывет. Вот отсюда я скопировал ваше, ваше письмо. Последний пункт. Не нахладить порваться там, как сажать брун, проклюнувшись больше кости и хвостика вверх-вниз. И ответил. Не вверх, не вниз, на бочек. Вот. С косточкой лебезья, если треснулся все. Если косточка еще сохранилась, сама с хорлуткой, значит, прям с хорлуткой. Не важно, треснулась или не треснулась. Все еще, про закапывать, или сверху на нее землю насыпать. Вот. Бороску сделали, положили. А, принял. Примерно позволяет. Заглянем-ка мы мой архив. У меня есть там уникальные, которые называются, посадки семян. Сейчас мы отсюда выберем несколько этих самых. Несколько фотографий, которые нам должны пригодиться. Пригодится, пригодится. Вот они, допустим, проплюнувшись. Вот одна крайность, видите? Это одна крайность. Если надо сфиксировать, в январе уже кто? Вот. В январе уже одна улица, середина зимы. Они уже проплюнулись. Поэтому вопрос в сроках очень важный. Я сфиксирую в феврале. В феврале. Вот. Пойдем дальше. Сейчас мы посмотрим. Вот. Допустим, у нас в таком виде будет начало сертификации. Ну, как бы с ускоренной. Садитесь и спящие, и проплюнувшиеся. Да, вот. Давайте посмотрим дальше. Дальше. Так что закапывать глубоко нельзя. Вот что получается. Это одна из моих козырных фотографий. Нельзя глубоко закапывать. Чисто символически. Да, на бочок. И не глубоко. Ну, а дальше. Сейчас еще. Все еще ищу. Все еще ищу фотографии, которые нам пригодятся в качестве... Да, вы уже можете отключаться. Вы сказали вам о фотографии не нужны. А в принципе, я уже вам сказал. Или бороздки, или центр холмика. На холмике очень сложно поливать. И еще и... Не боится пересушение. Так. Надеюсь, все делают мыши. Видели? Поэтому в ней глубоко закопаны. Опасность глубоко закопает, потом сгнивает. Через год, два, три. Вот такие дела. Вот такие дела. Еще ищу фотографии показал. Еще ищу. Еще ищу. Вот это вот. Ходы на второй год. То есть, целый год сидели под этим. Вот такое случая. Такой случай у меня с Сергеем был. Массовый случай. Не зашли хоть плачь. Хоть все было сделано по правилам. Только на второй год пошли. Так, смотрим еще. В какой-то степени защита от машины можно вот так и без печи. Пригодится и такая фотография. Для вас. Казались от моих. Вот. Значит, если у вас мало земли, и вы хотите, чтобы большинство было на постоянных местах, можно садить вот так. То есть, грунт. То есть, это совершенно непредносновенно. Дерн. А сверху вот так. Насыпали и садите теперь сюда бороздками. А тут, получается, надо будет садить бороздкой. Вот. Теперь способ торфяных этих самых. Вот так выглядит. Вот, чтобы потом уже, знаете, что такое, ускоренность и дликация. Хорошо, чтобы они уже были крепле. Тогда надо, тогда, чтобы они потом сразу были высадить. вот такой способ существует. Вот. Результат должен быть вот такой. Видите? Значит, схожесть. Видите, вот этот вот человек, он взял и сертификацию провел. Это еще один вариант, я чуть не забыл. Вот я начал про мимикулит, про перлист, про песок мы говорили, так, а это явно мох. Скорее всего, мох сфагну, а может быть, что-то другое. И вот, пообратите внимание, насколько характер разный. Вот. Этот, который закопанный, мы еще не знаем. А тут, два, два выпустили кэрюшки, а один сгинул. Вот, видите? Это можно даже назвать ускоренной сертификацией. Сильно сыро, тепло, и вот результат. В какой-то степени. Ну, что у вас получится, я гадать не буду. Ой, ребята, вот тот самый снимок, это когда ученический институт саженец, вот его с метровым штаммом. Вот мой саженец, академик, а потом помните, что было? На третий год моем роскошное плоды, вот со слева, а справа мертвый. Спустя год картина Крепина. Не ждали, называется. Так, ладно, это отвлекся на минутку. Еще бы показать посадку саму. Сейчас посмотрим. Вот. Вот это вот, вообще, это я садил грушу-суриевскую. И как меня учила литература, руки писали, все ждал, по-русски ждал, а потом присыпал сверху песком. Будет лучше сходить. Интересно, как потом сходило. Метр густые сходы, метр пустые, метр густые, я не могу понять, почему у меня так получилось. Но это один способ, который я не настаиваю, это как для общего развития. Вот. Вот это вот, смотрите внимательно, посадка называется нагряды. Сильно густые, но чем-то, с Семеном, где вас было некуда. Вот. А если не обо всем зайдут, ну, это, это, это демократия. Поняли, да? Захотел и сделал. Это еще один вариант. Вот. Ну, я же не только именно для вас, я же для всех это все покажу. Чем больше информации, мне кажется, тем лучше. Вот. Вот, потом, смотрите. вот они, они сами влазят из земли. Хорлупки вместе с этим влазят сами. Вот они, видите, все, 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 Хорлупки, хорлупки, хорлупки. Они вот так вот поднимаются, вот так лежат, потом вот так раз. Это такое чудо природы. Я вам показал, то, что, по-быстро и все пока. Вот. Сейчас еще поищу для вас, для вас, для вас. это глядка, это, Сергей Григорьевич, посмотрите, как мыши расправились. Неглубоко закопаны. Ну, чем мы берем? Количеством. У нас их ограничений нет, поэтому, сколько бы мыши не ели, но нам все равно остается достаточное количество. Вот. Вот это надо иметь в виду. А у вас, когда их ограниченное количество, еще купленное, я просто сочувствую, могу еще раз глубоко закопать, это верная смерть. В будущем. Приходится рисковать. Приходится рисковать. Посадка убили постоянно. Сюда желательно рассадить готовый сад. Можно и косточку. Но она, если порастет, уже была поросшая, слегка, слегка. Тогда, если вы посадили вот сюда, в этот холм, поливать регулятор, и тогда в случае выращивания, любой пересадок садок, как они. Надеюсь, вы меня поняли. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Вот этого товарища я заставил раскопать. Он глубоко закопал. Хорошо, у меня такая пищатая почва. Похоже, супесь. Что, он не успел эту часть гнить. Она бы пропала. когда он раскопал персик, оказалось, что именно, именно, именно эта часть должна быть как увидели в ракточке проснулись. А так бы он бы сгнил вот эта часть предназначена расти в воздухе. Он молодец. Он писал фотографии, которая годится для учебников. Вот корни, вот видите. Вот стрелка. Корни, вот корни. раскопал до корней. А было вот так у него закопано. Вот. Ну, так что, вот это и очень важно. И охраняйся. Глубоко закопаешь, растет себе, а потом тебе скателет мертвый. Ну, что еще? Вот. Ну, переростки, в принципе, вам не грозят. Но, наше, в случае скажу, вдруг, ускору-серегкация переведет, потому что они прорастут. Садите, аккуратненько. Вот тут вы сами видите, где корень, яросток. Тут уж вы догадаетесь, как правильно посадить. Ну, еще раз говорю, именно так садится на рычаг, потому что следующий этап, вот так, происходит со всеми семнами. Так оно и должно быть. Вот сейчас, смотрите, видите, а поверьте, они были закопаны. Страшная сила, они когда впиваются с помощью корешка, страшная сила продымает их на 90 градусов. Вот видите, это уже помните. Они были закопаны. Но зато теперь они слабо-слабо были закопаны, вот так, периметры. Теперь я не боюсь, что они сгниют, и вы знаете, что мы деревья долгожители. Именно апрекосы. Вот это посмотрели. Интересно, Юля, вы уже отключились. Вы сказали, у вас ничего это не интересует, и фотографии не нужны. Так. Обычное время сертификации это сами должны принимать. Вот, допустим, одна фотография, да, 21 февраля. Это моя работа. Смотрим сюда. Апрельская, где ты, меня подарят особое до учебника. Апрельская, где ты, на 190 давления, это многовато. это многовато. Это многовато. Сейчас. Наконец, я сейчас не найду. Человеческая, вот она, справа внизу. вот, нашел. Вот эту же грушу спустя ровно два месяца. И обратите внимание, часть уже не просто прогнулась, специально это, уже через два месяца они не были высланы. Видите, какие длинные хвосты. видите. Сырик, вот я их разорвал, один пакетик, сыр, что внутри творится. То есть, два месяца, это предел. Часть еще спит, а часть уже пропил, у нас. Видео написал, 20-40. То есть, где-то от месяца до двух. Вот такие широкие масштабы. Ну, что, будем заканчивать с другом. Вот. Да, пожалуй, все. В общем, я еще раз я вас прошу прощения за то, что вы ждали. Вот. А я просто уделил много внимания, сами знаете, памяти Латинькова, потому что у нас продолжает смешивать с грязью. Как-то надо было реагературу и такое давление. Это хорошая жизнь. Я, Юля, перед вами оправдываюсь. Вот этот фирм в какой-то степени компенсирует то, что вы не дождались, потеряли время. Вы потеряли два часа. Мне жаль, что вы потеряли два часа. Вы эти два часа могли использовать в случае, целью. Просто этот материал не ваш. На вебинарах я вас больше не жду. Но если зададите конкретный вопрос, конкретный, я постараюсь все-таки ответить на вебинаре. Например, в начале вебинара посмотрели, отключили, договорились, и тогда не будет обид никаких. Все, я теперь отключаюсь. Вот, я постарался как мог. Сегодня постараюсь, чтобы попрошу брата, если у него есть время, возьмет и выставит его. у меня на канале раз. Если вы запросите у меня, а где вы споро увидите этот фильм, например, там же гостевая, задавали вопрос, на этот ответ где гостевая. И плюс еще эти самую ссылку, там же размещу на этот фильм. Вот. Еще раз, пожалуйста, пришлите мне на мой электронный адрес. Пришлите мне запрос на три материала по ускорбленной сертификации, на три статьи. Так, а чтобы было понятно, как еще раз найти, я не знаю, как найти, смотрите, я не знаю, как вы будете искать. Вот, я вот здесь вот, для адреса набираю сайт садом отражали за три слова. Так, вот он официальный сайт. Так, и контакты. Вот мой адрес электронный. Вот он, смотрите внимательно. Напишите запрос вот этих фильмов. А то вы написали, пришлите ссылку. Куда? Это, это, это просто статьи. Все, я с вами прощаюсь. Нет, наоборот, не прощаюсь. Я с вами надеюсь дружбу продолжить. Вот, вот это начало дружбы. Пусть немножко началось с обидного письма. Я вас подставил. Вот, но поставил, наверное, наверное, ну-ка, ненарочно. Так уж случилось. Извините и до свидания. Спасибо. 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 . Спасибо. .